Жители дома номер 8 по улице Юбилейная замерзают в своих квартирах. Отопление в этот дом дали еще в конце августа, но повезло далеко не всем. По странному стечению обстоятельств, тепло поступило квартиры жильцов первых пяти этажей. А вот тем, кто живет выше, приходится ходить в куртках и обогревать комнаты самостоятельно. Все попытки жильцов выяснить причину ледникового периода в отдельно взятой части дома оказались безуспешными. Может быть это совпадение, но именно после того, как холодными квартирами заинтересовали журналисты импульса, тепло наконец пришло даже туда, где его не было почти два года. С подробностями коммунальной драмы Мария Федорчук. Теплая кофта, куртка и обогреватель на перевес. Чтобы зайти на кухню, необходимо надеть все теплые вещи. Но и этого бывает недостаточно. Когда отметка термометра опускается до минус 5 градусов, приходится надевать несколько пар носков. Жильцы бьют тревогу. По словам замерзающих, спасать их от холода управляющая компания отказалась. Звоним, звоним, бесполезно. Заявка принята, все, она в работе, в работе и до сих пор в работе, уже полтора месяца почти. Говорят, что якобы где-то на стояке стоит кран. А в какой именно квартире они не могут найти. Но, по-моему, они толком и не ходили даже по квартирам. Потому что элементарно могли бы, дежурная смена у них есть, они могли бы прийти вечером посмотреть. Но в эти выходные хотели прийти, никто не приходил. Тепла нет на кухне, в ванной комнате и туалете. Так продолжается уже два года. За это время сотрудники управляющей компании «Сити-сервис» так и не появились в холодной квартире. Андрей Кропотин не раз звонил в управляющую компанию, но диспетчер отказался с ним разговаривать. На хамиле сказали, обращайтесь куда хотите, берите номер главного инженера, созванивайтесь с ним и трубку бросили. Если на кухне можно спастись обогревателем и теплой курткой, то ситуация в ванной заставляет ужаснуться. Из-за сырости появилась плесень. Причем разрастается она со стремительной скоростью. Жители этой квартиры боятся за свое здоровье. Не работают, холодные совершенно. Помыться невозможно, просто на самом деле холодно. Можно просто тупо простыть. Плесень появилась на потолке от сырости. Даже умываешься, все такого даже не испаряется, никуда не девается. Разобраться самостоятельно не получилось. Найти в какой квартире перекрыто отопление так и не удалось. С похожей проблемой столкнулся и Александр Рудовский, живущий на шестом этаже. Нет на кухне и ванной. Уже неоднократно обращались и в ревы. Никаких движек нет. Говорят, у них много домов, у которых еще нет отопления. Будем делать. Управляющая компания от комментариев отказалась. Но после нашего звонка коммунальщикам все-таки удалось найти того, кто украл отопление у своих соседей. Один из жильцов дома перекрыл тепло в своей квартире. Из-за этого горячая вода не проходила по трубам. С мужчиной провели профилактическую беседу. Жителям дома номер 8 больше не придется мерзнуть в квартирах. А использовать зимние вещи они смогут по назначению. Мария Федорчук, Николай Александров, служба новостей «Импульс».